СОВБЕЗ СОВБЕЗ Азербайджанский экспорт идет в основном на рынки стран, которые Соединенные Штаты контролируют и конвертируются в долларах, которые контролируют Соединенные Штаты. Либо же окончательная бесповоротная победа России на Украине и развязывание у нее рук для действий в Закавказье. И опять-таки занятие жесткой позицией. Вот эти три момента могут повлиять на Азербайджан. До тех пор, пока этого не случилось, до тех пор, пока все заняты более серьезными для них глобальными проблемами. А Карабах самое главное, чтобы не было очередного столкновения, чтобы не было очередной войны. А все остальное, пока войны нет, ну ладно, пусть он как-нибудь тлеет, но подождем до лучшего будущего. До тех пор, я не думаю, что будут какие-то серьезные жесткие заявления. Понимаете, если вы делаете в политике жесткое заявление, то потом вы должны его подкреплять какими-то действиями. А если вы понимаете, что завтра вы эти действия не сможете осуществить, то в таком случае заявление делать бессмысленно. Ну, Собиас хотя бы мог отправить туда наблюдателей. Принять такое решение, простое. Я думаю, что наблюдателей Союз без опасности может отправить. Для этого надо будет к нему еще раз обратиться, если он сейчас не примет такое решение. Кто он отправит наблюдателей? Наблюдатели будут наблюдать. Я вам хочу напомнить, что, допустим, в Донбассе на протяжении 8 лет находились наблюдатели ОБСЕ, которые говорили, да, мы видим, что стреляют, но мы не знаем, кто стреляет. Ну, стреляют, да, мы видим. Но кто стреляет, мы сказать не можем. В 8 лет они не могли сказать, кто стреляет. Наблюдатели ООН ничем не отличаются в этом отношении от наблюдателей ОБСЕ. Они будут констатировать наличие гуманитарной катастрофы и так далее. Но ведь наблюдатели ООН, они же тоже представители своих государств в первую очередь. И если их государства не заинтересованы в том, чтобы конфликт выходил на новый уровень, чтобы, кстати, международное сообщество им прямо сейчас начинало заниматься, поскольку это просто придет к дополнительным столкновениям разных членов международного сообщества между собой. И все равно не разрешит конфликт. Кстати, есть информация, что Лачинский коридор посетит представитель ОБСЕ, Андрей Каспершик. Это считается результатом ОБСЕ или как? Нет, это не результат ОБСЕ. Понимаете, туда будут ездить представители ОБСЕ, туда будут ездить представители ООН, туда будут ездить представители разных государств. Может быть, не очень часто, но будут ездить. До тех пор, пока будут постоянные апелляции к международному сообществу по поводу того, что там не все в порядке. Будут ездить именно для того, чтобы конфронтация не выходила на уровень перестрелки. То есть, чтобы она... Ну, подавить мы ее не можем, да, урегулировать полностью. Но давайте не будем ее дальше поднимать. Для этого надо постоянно демонстрировать внимание международного сообщества, чтобы стороны конфликта либо не слишком взрывались, либо не слишком надеялись на то, что можно решить этот вопрос силой. Значит, вот он находится в фокусе международных организаций. Международные организации за ним наблюдают, разные страны за ним наблюдают. Постоянно идут переговоры, постоянно вносятся какие-то предложения и так далее. И предложения будут конструктивные и правильные, и переговоры будут вполне толковые. Я просто еще раз повторяю, что не случайно же Вторая Карабахская война началась в тот момент, когда у России были связаны руки на Украине, а у США были связаны руки противостоянием с Россией. То есть, появилось окно возможностей в условиях занятости мировыми центрами силы друг к другу решить свою региональную проблему силой. Вот пока это окно возможностей не закроется, то есть до тех пор, пока не установится новый мировой порядок, на основании которого можно будет вмешаться в ситуацию в Карабахе, не жертвуя какими-то там геополитическими интересами, до тех пор ее будут стараться держать в состоянии, чтобы не дать разгореться войне. Ну, раз не можем урегулировать, то давайте хотя бы ее не обострять. Примерно вот в таком вот виде. А сегодня в Баку полетел Тойва Клар. Ну что, Брюссель входит в игру опять, да? Ну, почему не выходил? Вы же помните, Педрик, позапрошлый раз мы с вами разговаривали... Ну, как будто переговорный процесс сейчас приостановлен. Из-за катастрофы в Влачинском коридоре, кстати. Ну, смотрите, позапрошлый раз, да, мы с вами встречались, наверное, полтора месяца назад. И мы как раз говорили об активной позиции Европейского Союза по кризису в Влачинском коридоре. И я тогда говорил, что сейчас будет вспышка, значит, поговорят, ничего, поэтому ничем это не закончится. Но потом опять будут всплески интереса и падения, всплески и падения и так далее. Это естественный процесс такого кризиса. Понимаете, как только происходит какое-то обострение или какая-то из сторон начинает заявлять, все, с ножом к горлу пристали, довели, жить не можем, помогите. Значит, в этот момент туда отправляется представитель одной, второй, третьей, четвертой, пятой, десятой страны или международной организации, или сразу несколько представителей. Значит, конфликт несколько сдувается до определенного момента. Значит, опять все приходит в более-менее стабильной ситуации. Все уезжают, значит, вносят конструктивные предложения. Все кивают головой и говорят, да, конечно, мы это все будем выполнять. Ничего все равно не выполняется. Потому что, понимаете, мы о чем что-нибудь говорим? У Азербайджана есть механизм создания, реального создания в Карабахе для армян гуманитарной катастрофы. Значит, для того, чтобы они сами оттуда уехали. И для того, чтобы сказать, здесь нет армян, здесь нет армян, все, нет армян, нет проблем. Значит, поэтому он этот механизм использует сейчас. Значит, он никого не убивает, правда, да? Значит, там не ведет войну. Он создает такой тихий саботаж. Блокаду, причем не полную блокаду, он не перекрыл войсками Лачинский коридор. Там проехать, в принципе, можно, но не всегда и не всем. Значит, это создает нервное давление, да? То есть, обвинить в том, что туда ничего не пропускают, никакие грузы нельзя. А вот то, что давят на психику, это да. И когда давят на психику... Да, это очень коварная игра, я понимаю вас, да. Ну, перед заседанием с ОБИАЗОН провели телефонный разговор главы МИД Армении России. Вы... Вам известно, что предлагает Россия вообще по вопросу коммуникации с Нагорным Карабахом? Ну, как у России, по-моему, однозначная позиция. Значит, заключено соглашение, да? Значит, Лачинский коридор должен работать. Там еще строится дополнительная... Я имею в виду и последнее предложение Лаврова. Об этом была утечка информационная. Я не знаю, это на самом деле... Я не слышал ничего по поводу какой-то информационной утечки. Я ничего не видел, ничего не слышал. Если вы мне скажете, я готов прокомментировать. Но я знаю два предложения. Это не два предложения, а комплексное предложение. Это Лачинский коридор плюс дополнительная дорога, которая там строится вокруг Шуши. Значит, вот. Или должна быть построена. Но это соглашение было достигнуто еще в момент заключения соглашения о прекращении огня. Других я пока что не слышал. Новых предложений России по коммуникации с Нагорным Карабахом. Просто потому, что я думаю, что у России не так много возможностей открыть какие-то новые коммуникации с Нагорным Карабахом. А какой дороги может идти речь, если там уже стоит азербайджанское КПП? Ну, опять же, КПП поставили. КПП можно убрать со временем. Или договориться об этом через какое-то время. Есть договоренность определенная. А всеобщая позиция, которую, кстати, не осправит Азербайджан, договоренность должна выполняться. Но, как обычно в таких случаях бывает, мы эти договоренности по-разному читаем, говорят разные стороны. Вот Азербайджан эту договоренность читает по-своему. Для того, чтобы он это читал не по-своему, должны развязаться руки у основных геополитических игроков. Все остальное, любые предложения, можно написать какие угодно. Хоть воздушный мост туда создавать. Строить там международный аэропорт и создавать воздушный мост. Но в любом случае это все будет связано... Кстати, это тоже обсуждалось. Но могу сказать, что реализованное все равно не будет. Потому что построить международный аэропорт в регионе, в который никто не будет летать, только для того, чтобы туда садились транспортные самолеты, которые неизвестно, будет ли кто-то отправлять. Это очень интересная, очень затратная идея. Но кто в нее будет вкладывать деньги? То есть найти следствие разрешения проблемы, об этом опять-таки мы каждый раз говорим. До тех пор, пока из двух сторон кризиса как минимум одна не хочет эту проблему разрешать, физически невозможно. Можно либо договориться, либо одну из сторон заставить. Сейчас у мирового общества нет возможности заставить. А по-моему, Армения и Азербайджан в последний раз договаривались очень давно и, наверное, еще в составе Советского Союза.